13 глава мы слышали сегодня за Божественной Литургией как Господь остался по молитве наедине ученики отплыли были на середине моря буря поднялась в море и Христос идет по воде они думали, что это призрак идет но Господь говорит, это я а Петр говорит, если ты то повели, чтобы я пошел иди, просто иди пошел, но говорит, увидел волны и испугался и стал тонуть Господи, спаси меня Господь говорит, зачем, малобедный, зачем ты усомнился 31 стих 14 главы и так, для чего Христос позволил Петру идти по воде а для того, что если бы сказал ему, не можешь Петр по своей горячности и здесь стал бы противоречить поэтому Христос убеждает его самым делом впредь быть осторожнее но Петра и это не удерживает и так, сошедшись с корабля обуревается волнами, потому что убоялся вот что произвело волнение а страх превзошел от ветра Иоанн говорит, что они хотели принять его в лодку и та часть лодка пристала к берегу куда плыли Иоанна 6 глава 21 стих эти слова показывают то же самое то есть, что Иисус зашел на корабль тогда уже, как ученики приблизились к берегу и так Петр, сошедшись с корабля, шел к нему радуясь не столько тому, что ходит по водам сколько тому, что идет к Иисусу но победив трудное, он едва не потерпел вреда от легчайшего я разумею, стремительность ветра, а не моря такова природа человеческого часто, успев великом, затрудняется малостью как Илья пострадал от Елизавели Моисея Тегиптянина, Давид Отверцави так и Петр, сначала объятый еще страхом он осмелился идти по водам а против усилия ветра и притом находясь уже близ Христа устоять не мог так бесполезно быть близ Христа тому кто не близок к Нему верой это обнаружило также разность между учеником и учителем и утешило прочих если они нагадовали на двух братьев то тем более вознегодовали бы на Петра потому что еще не удостоились принять Святаго Духа после принятия Духа они стали иными и совсем уже уступают первенство Петру но почему Господь не велел уняться ветрам а сам простер руку и поддержал Петра да потому что нужна была Петрова вера когда с нашей стороны есть недостаток то и Божественное действие останавливается и так желаю показать что не стремление ветра но Петрова маловерие произвело такую перемену Господь говорит маловерный зачем ты усомнился следовательно он легко устоял бы против ветра если бы в нем не ослабла вера аминь слава